Переходим к следующему городу. Это раса Цитадель, Орки, Огры, Циклопы, Чудища и так далее. Давайте рассмотрим, какие же есть классы героев. Воины здесь представлены варварами, а маги представлены боевыми магами. Варвары имеют 55% шанс на атаку, 35% на защиту. Всего лишь пятерочку на силу магии и пятерочку на знания. Таким образом, это мега ударные воины. По сути, это самые сильные воины в игре. Если вы делаете ставку именно на ударную мощь, даже играя за другие города, вы можете найти себе любого варвара и прокачивать. Шансы выпадения первичных навыков от этого не изменятся. Если говорить о боевых магах, то они качаются примерно пропорционально, так же, как у некромантов Рыцарей Смерти. Их шансы 30-20, 25-25. Буквально разница в 5-10% между тем, что же вам выпадет. Но вот после 10 уровня, немножко выравнивается прокачка и у варваров. И проценты становятся как 30-30-20-20. А у боевых магов проценты становятся 25-25-25-25. То есть полностью выравниваются. А варвары все-таки на 10% атака и защита им продолжают выпадать с большим шансом. Больше. Обычно в начале игры они успевают прокачать себе просто мега-атаку. И статы могут быть что-то вроде 10, 3, 1-1, например, или 1-2. С силой магии здесь огромные проблемы. Поэтому даже когда вы получаете стихию земли, воздуха и так далее, обычно эти заклинания действуют всего лишь несколько раундов. До тех пор, пока вы не найдете какие-то артефакты на силу магии. Но правда, играя за эту расу, с одной стороны, особенность камней, на которых генерятся респы, то есть территории данной расы, им свойственно то, что на них не появляются склепы, поэтому золото сложнее находить. С другой стороны, у них много валяется скелетов и перевернутых тачанок, повозок, в которых можно вытянуть артефакты. Поэтому на старте игры большего количества артефактов, чем у Цитадели, наверное, сложно себе у какой-то расы и представить. Такое, конечно, бывает, но бывает не так уж и часто. Давайте также вероятность получения вторичных навыков рассмотрим. Итак, начинаем с варваров. 8% на поиск пути. Это их немножечко ускоряет в тех зонах, где есть штраф. 7 штраф на стрельбу, а также на логистику тоже 7. В принципе, все ключевые навыки. На разведку 8%, что тут уже 50 на 50 надо смотреть по ситуации. 8% шанс на баллистику. Они очень сильно штурмуют города. И играя за Цитадель, если за нее играть правильно, то вы, наверное, и будете выступать в роли агрессора с огромной долей вероятности. Далее по 8% шансы на тактику и артиллерию. Ну, тактика нужна, конечно, артиллерия, опять же, под вопросом. И аж 10% на оружие. То есть, без оружия найти себе какого-то варвара, ну, почти нереально. И на доспехе 6%. Ниже, но все равно шанс довольно неплохой. Также 6% на сопротивление. Как и все нормальные маги, они могут нормально наделять свою армию возможностью сопротивляться каким-то магическим заклинаниям со стороны соперника. Теперь давайте посмотрим на самих воинов. Первый идет Йог. Варвары стартуют сразу уже, имея 4 атаки, что их ярко выделяет на фоне остальных героев. Не имеют защиты вообще. Более того, и армия орков выделяется тем, что наносит много урона, но при этом очень слабо защищается, имеет не так уж много здоровья. Она очень уязвима к ударам в начале игры. Поэтому, играя против орков, важно не давать им возможность наносить урон по вам первым. Имеется у него оружие. Это огромный плюс. Помимо оружия есть баллистика, вот по ней есть определенные вопросы. Специализация по циклопам это здорово, но тут сразу и один минус вытекает. Циклопов строят крайне редко. Из-за того, что если вы будете строить циклопов, повышается шанс того, что вы не построите чудищ. А если вы не построите чудищ, это гораздо хуже, чем не построить циклопов. Поэтому обычно циклопов не строят, а строят чудищ. Причем это можно делать довольно быстро. Если у вас отстроены собачки, то сразу же строите птиц, потом чудищ. И уже на какой-нибудь второй день, получается, можно бегать с чудищами как таковыми. Ну или с третьего, например, дня. Бывают некоторые дни, когда даже не строишься за эту расу. Следующим героем является Гурнисон, специалист по баллисте. Имеет в своем активе артиллерию и оружие. То есть он и в ближнем бою хорош, и баллиста у него дамажит много. Приходит с баллиста, и армии приносит меньше обычного. Как минимум на один стэк, само собой. И надо отметить, что это лучший специалист по баллисте в игре, который в принципе есть у всех рас. Знаете из-за чего? Из-за того, что у него повышается при прокачке в основном атака. А для баллисты, для ее усиления, нужно три параметра. Как можно выше атака, прокачанная стрельба и прокачанная артиллерия. Все. Вот три компонента, за которыми нужно следить. Поэтому в этом плане Гурни это просто какая-то мега машина, которая своей баллистой разрывает карту. Стартовать за этого героя можно, но нужно обладать определенным скиллом, чтобы это преимущество можно было реализовать. Потому что не все так просто, как вам может показаться изначально. Далее идет Жабаркас. Жабаркас это больше для новичков, наверное. Во-первых, он больше орков приносит и усиляет, ускоряет этих орков. Имеет стрельбу. Поэтому за счет стрельбы он не только орков, но еще и циклопов может подтянуть к себе. И в ближнем бою он хорош. Поэтому что стрельба, что ближний бой для Жабаркаса особой разницы не имеет. Но с учетом того, что если у вас орки не отстроены в начале игры, то их обычно даже и не строят многие игроки. Не все, но многие. Поэтому Жабаркас немножечко начинает отходить на второй план. Если же вы относитесь к тем игрокам, которые орков все-таки отстраивают, то для вас, возможно, этот герой придется по душе. Далее идет Шива. Специалист по птицам Рух. Приносит с собой стандартное количество армии. 15-25 гоблинов. Помимо этого 5-7 собачек и 4-6 орков. Имеет в своем наличии оружие, что еще сильнее позволит усилить удары со стороны птиц Рух, которые можно строить на первый-второй день. Также имеет разведку. Вот по разведке есть определенные вопросы. А так, в целом, герой хороший. Сейчас этого героя выбирают стартовым гораздо реже, чем раньше. Но было время, когда Шиву можно было часто увидеть как главного героя. Как раз благодаря тому, что птицы часто строились на первый-второй день. И птицами можно было тоже бегать, разрывать карту довольно серьезно. А почему ее стали меньше выбирать, мы с вами дальше и увидим. Следующим героем для рассмотра у нас становится Гречин. Гречин специалист по юнитам первого уровня. Приводит с собой гоблинов. От 15 до 25, от 1 до 3 стеков. Сразу же имеет оружие, которое усиливает эффект от удара в этих гоблинов. И имеет поиск пути, который сразу же позволяет бегать без штрафа по камням. Благодаря как раз таки этому навыку. Особенно, если ему придется таскать каких-то виверн из ульев-змеев. Или же придется, к примеру, таскать с собой ангелов из консерватории. Герой довольно хороший. Получается гоблинов очень много и редко. Но можно увидеть, когда его тоже выбирают главным героем. И нельзя сказать, что игра от этого становится хуже. Опять же, все зависит от игровой ситуации, шаблона, правил и так далее. Далее идет крыльон. Ну, крыльон это, наверное, не лучший герой для старта, скажем сразу. Во-первых, с одной стороны, вторичные навыки у него отличные. Сопротивление и оружие. Армию приносит стандартную. Но его специализация вам навряд как-то поможет. Огров обычно не делают каким-то сверхважным юнитом, ударным стеком. Потому что этот юнит медленный. А таскать его каждый раз с собой не очень удобно. А когда ты проигрываешь по скорости своим основным ударным стеком сопернику или нейтральным даже войскам, ты получаешь удары первым. И вот тут как раз таки получается, что вроде как тебе и невыгодно играть именно за этого героя. Далее идет Крэг Хэг. Героя, которого выбирают для старта игры чаще всего. Игроки как новички, так и опытные. Это связано с тем, что он специалист по оружию. Плюс оружие идет продвинутого уровня сразу же у него. Таким образом, больше урона, чем Крэг, не наносит никто ни в одном из городов на старте игры. Армию приносит с собой стандартную. Поэтому, если вы делаете ставку на мега удары в начале игры, то, пожалуй, Крэг здесь подойдет хорош. Он замечательно чувствует себя как в начале игры, так и после прокачки на поздних стадиях, становясь еще в разы мощнее, чем он является изначально. Но с защитой, конечно, у Крэга огромная беда. Поэтому тут тоже нужно наработать себе определенный скилл, чтобы не подставлять свою армию под удары. Следующим героем является Тераксор. Герой, которого можно увидеть на втором-третьем месте по количеству выбираемых стартовых героев. Это связано с тем, что он приносит с собой до трех стеков собачек, у которых от пяти до семи в каждом стеке. Сразу же имеется тактика, что позволяет должным образом расставиться или даже подойти к стрелкам, если вы их атакуете. Оружие позволяет наносить больше урона. И плюс вы ускоряете и усиляете эти стеки. Эти стеки еще и хороши тем, что если брать просто прирост юнитов в данном городе и учитывать их урон, то в принципе после улучшения данные собачки, если снимать кем-то ответку, чтобы они сразу били дважды, они будут наносить часто даже больше урона, чем те же чудища. Не всегда, конечно. И там еще надо смотреть, сколько у вас есть собачек и чудищ. Но они наносят невероятно много урона. Наглядным примером для вас могут быть игры на аренках. Был турнир Гладиатор, где вы можете все это дело посмотреть, опять же, на канале Армак Плей на ютубе. Но вот там вы перестанете недооценивать собачек. И отдельная стратегия игры через них и Тероксора она существует. Далее переходим с вами к боевым магам. Первым представителем является Гирд. Казалось бы, специалист по волшебству. Имеется волшебство. В наличии, правда, нет ударной магии. Есть только жажда крови. Но герой хороший, но только на перспективу. На старте она вам мало чем поможет. У нее нет ударной магии. Даже если будет, у нее крайне мало знаний. Все боевые маги стартуют с двумя атаки. И с единичкой защиты силы магии и знаний, как таковых. Таким образом, их приходится несколько дней. Иногда даже неделю нормально качать. Чтобы потом уже можно было более-менее комфортно себя чувствовать. При игре за данных героев. Но после раскачки, конечно, они себя уже чувствуют довольно-таки хорошо. Поэтому Гирд это воин на перспективу. Опять же, мне кажется, может неплохо подойти для игры на каком-нибудь с кирмишем 200. Хотя я бы отдал, наверное, предпочтение все равно другому герою. Далее идет Вэй. Тоже специалист по ограм. Из хорошего у нее есть сразу же волшебная стрела. Точнее, у него вторичные навыки мудрости, лидерства позволяют. Чаще Моралеца приносит стандартную стартовую армию в своем активе. И герой довольно посредственный. То есть его специализация и абсолютно необязательное лидерство, они немножечко портят ситуацию и отношение к нему. Следующим героем, которого следует отметить, это Десса. Она тоже входит в топ-пятерочку тех героев, которых следует выбирать на старте, играя за эту расу. Является специалистом по логистике. Основной навык тоже есть именно в логистике. Мудрость имеется, стандартную армию с собой приносит. Жаль, что, конечно, имеет камнекожу в книге заклинаний. Если бы у нее еще стрелочка была на старте или замедление, это бы делало Дессу еще более топовым героем. Ну а так, герой, который призван перетемповать соперника, чувствует себя на длинных дистанциях замечательно. Так же, как Кирь, к примеру, или тот же Гунар. Она вместе с ними, в общем-то, на одном уровне находится. В общем, задача просто перетемповать. Герой однозначно стоящий, но вам нужно уметь очень качественно проводить бои, потому что придется за каждый день успевать очень много, делать очень много, и важно правильно тоже расставлять приоритеты и строить план на игру. Иначе, конечно, смысла выбирать Дессу стартовым героям нет. Далее у нас идет Терек. Тоже боевой маг, у которого есть сразу тактика. Он специалист по ускорению, и ускорение есть у него в книге заклинаний. В этом плане его выбор очень даже неплох, если вы делаете ставку на мага. Армию приносит, правда, стандартную. Далее идет Зубин, специалист по точности. Также точность имеется в книге заклинаний. Имеется артиллерия, но при этом нет баллисты. Поэтому герой, скажем честно, так себе. Основная его специфика заключается в том, что надо строить побольше циклопов и орков, и накидывая на них точность, чтобы вы имели возможность разрывать именно стрелками карту. За циклопов, конечно, крайне редко играют. Исключительно под орков брать точность довольно средненькое или ниже средненького занятия. В общем, занятия не очень. Далее идет Гундула. Это некий аналог Крэг Хэга, но только больше в магическом плане. И кое в чем Гундула даже выглядит лучше Крэга. Во-первых, она специалист по оружию. Тоже есть оружие, но у Крэга оно идет продвинутое, поэтому он больше урона наносит. Плюс у него больше атаки, понятное дело. И качаться он будет больше в атаку. Гундула, она будет качаться более-менее пропорционально. Имеется у нее мудрость. Армию тоже стандартную приводит. Но ее преимущество над Крэгом как раз и заключается в том, что у нее сила магии будет более интересная. У нее знаний будет больше. Более того, у нее прям со старта игры есть замедление, что позволяет обогнать большинство юнитов на карте. Как мы говорили, что если Крэг по скорости уступает врагам, то для него это всегда критично. А вот Гундула с этим обычно проблем не имеет. Она накидывает замедление. И дальше спокойненько-спокойненько ее юниты просто атакуют первыми, снимают ответки и разбирают охраны. Далее у нас идет Орис. Опять же специалист по зоркости. Вообще ничего примечательного. Защита воздуха в книге заклинаний. Сразу проходим дальше. Саурук. Как главный герой он не особо нужен, но имеет сразу же сопротивление, поэтому в битве с магами может что-то даже показать. При этом сам является боевым магом. Тоже герой шахта. Приносит один самоцвет в день и имеет жажду крови в книге заклинаний. Сразу скажем, что сами самоцветы при игре за этот город они не очень-то и надо. И по большей части было бы гораздо полезнее, если бы Саурук со своей стороны приносил кристаллы. Вот благодаря кристаллам можно было бы гораздо удобнее и быстрее отстраивать, к примеру, тех же чудищ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok